Вера 24 И я долго молился о том, чтобы Бог дал конкретное слово. Слово о том, что хочет Господь для нашей церкви, для наших семей, для наших детей, для нашей экономики, а самое главное для нашего служения Богу. Не секрет, что мы живем в последнее время, и Божьи часы настолько звонко сегодня отбивают последнее время, о котором Библия говорит так много. И церковь должна быть в очень бодрствующем состоянии, она должна искать лица Господня крепкое от всего сердца, чтобы руководствовал церковью Дух Святой, чтобы не человеческое вмешательство, а чтобы Дух Святой вел нас. И тогда, когда человек видит так, как видит Бог, когда в его жизни преизобилуют молитвы, да будет воля Твоя. Эта молитва открывает сердце Бога, чтобы вкладывать желание, чувствование, откровение, побуждение в каждого человека. И тогда, представьте себе, то, что мы видим, мы, принимая это в свое сердце, мы начинаем так жить, мы начинаем об этом мечтать, мы начинаем об этом молиться, ради этого мы начинаем побеждать, жертвовать чем-то, платить определенную цену. И когда мы приходим туда, куда приводит именно Бог, то тогда человек переживает такую кульминацию счастья, радости внутри, что жизнь его прожита не напрасно. А время-то улетает очень быстро. Вот только-только мы встречали 2021 год, и он пролетел, мгновенно пролетел. Не знаю, как там у вас в эфире, не знаю, как у вас там в ваших благословенных домах, но время-то летит очень быстро. После того, как немножко стало за 40, время вообще сорвалось со всех своих лимитов и просто устремилось непонятно куда. И ты пытаешься сказать ему, остановись, постой, но оно тебя не слышит. И время сегодня говорит о том, что исполняются все пророчества Божьи, о которых когда-то говорили пророки, о последних временах. И когда нам казалось это так далеко, так непостижимо, что это обязательно будет в следующем, следующем, следующем поколении, а мы с вами стали свидетелями того, о чем говорит Писание, книга Откровений, 17 глава. Мы не боимся этих времен, но мы хотим быть эффективными. Для этого церковь Драгоценная, церковь Жатва, все наши дочерние церкви, все пасторы, все те в разных городах братья наши, служители, ваши семьи, ваши церкви, все, кто смотрит эту трансляцию, чтобы получить слово на 2022 год, все, кто будет пересматривать его впоследствии в записи со своей церковью, чтобы открыть для себя дверь того, что Бог хочет дать нам из книги Захарии. И это слово, которое Бог вложил в мое сердце, я буду проповедовать его в нашей церкви и на епархии, и буду делиться этим глубоко с каждым, кто имеет сердце жажду. Но сегодня это будет первая проповедь, которая так и называется «Год Божьего видения» или «Открой мои закрытые глаза». Потому что я считаю это очень важным. Однажды в детстве я вспоминаю такую картину, когда я встретился с человеком очень-очень-очень слабовидящим. Этот мальчишка настолько как-то, знаете, коснулся моего сердца, у меня такая внутренняя жалость появилась. Он шел, и у него была собака-поводырь, и у него была специальная такая трость, которую он обозначал себе дорогу. Я часто видел его, он проходил мимо нашего дома. Но однажды я столкнулся с ним глаза в глаза. И в буквальном смысле слова, обращая на него внимание, я не получил ничего в ответ, потому что этот парень меня совершенно не видел. Мне так было жалко его. И вдруг на одно мгновение я хотел почувствовать, а что же чувствует этот мальчишка. И я принял решение своим детским сердцем, подойдя к своему подъезду девятиэтажного дома, где мы же проживали, с Владимиром Мочиловым, который жил на втором этаже, я жил на девятом этаже. И этот подъезд был мне очень знаком. Мне был знаком, где лифт, где кнопки, какой этаж. Я даже знал весь звук, когда поднимается лифт, на каком сейчас именно этаже мы проезжаем. И я принял решение, буду заходить в этот подъезд с абсолютно закрытыми глазами. Я настолько сильно их закрою, что я не хочу видеть ничего. Я попробую почувствовать то, что чувствует этот парень. Я закрыл свои глаза. Я зашел в этот подъезд. И я пытался победить эту тьму, которая вдруг напала на меня и приносит с собой определенный страх и ограничения. Я поймал эти кнопки лифта. Я посчитал эти кнопки, чтобы добраться до восьмого, потом пешком до девятого. Я поднялся по лестнице. И вот она моя дверь. Вот он мой звонок. И я звоню, стучу. И вы знаете, в этот самый момент открывает дверь моя мама. А мои глаза до сих пор, они закрыты. До сих пор тьма, она покрыла меня. И вы знаете, я также хочу по-прежнему выйти на тот уровень, чтобы почувствовать, что же чувствует постоянно. Не только 15 минут моих испытаний, а постоянно. День и ночь. День и ночь. Тот мальчишка, который сегодня лучший друг, это его собака поводырь. Это тот жезл, которым он опозначает себе дорогу. И в тот момент, когда открылась дверь, и мама увидела мой эксперимент, очень странный. Она испугалась, что же случилось со мной. И вы знаете, в тот момент я еще держался, как бы, как бы вот продлить этот эксперимент. Но когда я услышал ее голос, сынок, что с тобой? Почему твои красивые глаза закрыты? Вы знаете, моя мама умела это делать. И я, знаете, сквозь свои закрытые глаза у меня потекли слезы. Это была зима, это было морозное время. И, вы знаете, я не смог больше закрытыми глазами остаться. Я открыл свои глаза и бросился к ней в объятия. Мама, мама, мой дом, мое место. Здесь моя семья. Здесь, где меня любят. Здесь я получил жизнь. Здесь я получил здоровье. Здесь я получил опеку, заботу. Здесь я хочу видеть и получить от жизни по максимуму все, что Бог уготовал для меня. Я так вцепился в нее, так схватился за нее. И так, знаете, мое сердце детское исполнилось какого-то внутреннего пика счастья, что и у меня есть глаза. Я вижу. Вы знаете, не знаю, как давно вы благодарили Бога за свои глаза. Ваши прекрасные, красивые глаза. И когда я молился Богу о том, что, Господи, хочешь ты для нашей церкви. Что ты хочешь для нашего грядущего 2022 года. Ведь тебе известно, что нас ждет. О, в какое тревожное время оказались мы. Мы стали заложниками многих мнений, ограничений, нападений и всего-всего, что разделяет сегодня многих людей. Одни выдают себя за великих провидцев, которые видят, что если ты что-то себе сделал, поставил, обрел или вакцинировал, то ты сразу выпадаешь из каких-то великих божьих благословений. Другие же говорят, а где любовь, где забота о нации. И знаете, даже церкви начинают трещать по швам. Семьи начинают трещать по швам. Жены и мужья встречаются друг с другом, покажи мне свой QR-код и тогда заходи. Знаете, что-то такое нагнетается в жизни, что люди перестают контролировать обстоятельства. И я смотрю в этот 2022 год и думаю, Боже, что бы там сквозь тусклое стекло не ожидало нас, главное быть верным Тебе. И вы знаете, тогда мир сразу приходит в сердце. Это не снимает ответственности за то, что мы обязаны видеть так, как видит Бог. Что мы обязаны платить определенную цену, чтобы видеть так, как видит Бог. Даже люди, которые Господу принадлежат, они часто бывают как, ну простите за это выражение, ну как слепые котята. Мы бываем как слепые котята. Мы вроде бы родились для Бога. Мы вроде познали Всевышнего. У нас есть священное писание, которое доступным языком открывает нам его сердце, характер, видение, призвание, дары, таланты и вечность. Но иногда в этой жизни мы словно как запутались. Что-то кто-то обокрал нас, одел какие-то нам-то ладно розовые, черные очки, через которые мы не видим. О, где моя жизнь? Где моя семья? Где мой муж? Где моя жена? А где мои дети? А как мы будем жить? А что мы будем кушать? И знаете, страх, страх, страх. Он просто сковывает и сковывает. И страх, он закрывает глаза. А многие люди, они так сильно познали Бога и так сильно к Нему приблизились, что как будто им позволительно стало намного больше, чем другим. Они начали грешить. Они перестали сохранять страх Божий в своем сердце. И вы знаете, они превратились в падшего Самсона, которого однажды Долида настолько сильно пленила его сердце, что на буквальном смысле слова связав его, и он потерял зрение. Потому что филистимские властители, как прообраз демонического мира, выкололи глаза Самсона. И он больше никогда, вы слышите, никогда не видел ни белого света, не видел прекрасных Божьих растений. Он не видел больше ничего. Впоследствии милость Божья вернула ему силу, и он погубил количество, великое количество филистимлян. Но он никогда больше не имел видения. Вы знаете, это страшно, когда мужчины не видят видения. О, как сделать семью счастливой, как воспитать детей, где они должны быть, что они должны иметь, как они должны получить профессии, как они должны в церковь интегрироваться. А зачем мне домашняя группа, зачем мне служить людям, а для чего мне жертвовать в церковь, для чего мне ходить в церковь, в конце концов. Люди, знаете, перестают видеть, видеть важность этого. А ведь от этого очень многое что зависит. Потому что, когда ты видишь Божью картину правильно, эта картина, она захватывает твое сердце. Однажды одна женщина мне сказала, она говорит, о, Сергей, пока ты молодой, ты должен успеть и так, и так, и так. И я смотрю на нее, она говорит, мне уже там где-то ближе, там к 70, у меня уже нет никакой страсти ни к бизнесу, ни к делам, ни к чему. Я так уже по течению. О, пользуйтесь этим временем, пока вы молодые. Я смотрю на нее, думаю, интересно, она какой-то бизнес делает, какие-то встречи проводит, какие-то там замечтала за Москву. И потом вообще сказал, благослови я все, я улетаю в Москву, там какое-то счастье. И люди ищут, ищут возможность как-то разбудоражить свое сердце, как-то получить какую-то картинку. Я искренне верю, вы знаете, вот как Авраам, вот он определенное время, когда Бог дал ему слово, послушайте, а это очень важно, потому что когда мы имеем слово от Бога, это открывает наши глаза. Вот Богу однажды Авраам сказал, выйди из Ура Халдейского. Вот он раньше, он не видел этой важности. Зачем выходить из Ура Халдейского, когда ты находишься в конкретном хорошем месте? Ну, Бог говорит, выходи. Вот он вышел, а потом Бог ему говорит, от тебя произведу великий народ, от тебя родится Исаак, сын Завета. И Авраам, представь, сколько, а вот если вы мне подскажете, сколько лет ожидал Авраам исполнения этого обетования? Даже Сара благословенная не устала ожидать. Она уже обозначила и сказала, я уже по-женски, все физические законы, медицинские мои карты, все закончилось. Я не могу иметь детей. Но есть один способ. Вы помните, как она по-дружески предложила ему свою служанку? Ну, в Ветхом Завете это было еще как-то допустимо. Ну, слава Иисусу, он не в новом. Мужики, мужчины, скажите аминь. Сестры к нам подключились, вы слышали? Аллилуйя. Так вот, она говорит, ну давай хотя бы так, пусть она родит на мои колено. И Авраам как будто бы не видел, куда делось это слово, которое Бог тебе сказал. Сколько ты ожидал, когда придет эта божественная мечта. Ну, вы знаете, Агарь, она родила. Да, конечно. Она родила на колено. И вдруг, когда вот этот сын Измаил первый стал возрастать, возрастать, возрастать. Вы знаете, к чему привела неправильная картинка человеческое вмешательство в духовную жизнь? Когда Сара сама предложила Аврааму, чтобы он с Агарью там чаи распивал по вечерам. И вот родился Измаил. И Измаил впоследствии, и Агарь стала притеснять Сару, законную жену. И Сара начала обвинять Авраама, к этому мы, кстати, тоже привыкли, драгоценные сестры. Спасибо вам, вы сами нас, вы что-то вводите, потом сами нас за это и вините. И не знаешь, кому бежать? Братья, бегите к пастору, я вас точно пойму и точно вас успокою. Но, в конечном итоге, мы видим, что Сара восстала и сказала, выгони служанку. Она не может больше здесь быть. То есть, в конечном итоге, все равно, даже если мы играли в веру, играли в церковь, играли в служение, мы параллельно воспитывали то Агарь, то Сару, то Измаила, то Исаака, то жизнь в духе, то жизнь в оплоте, то горим для Бога, то живем для себя, то говорим, да будет твоя воля, сами покупаем билеты непонятно куда. И начинается каша в жизни. Когда закончится эта игра? Рано или поздно все должно встать на свои места. Нельзя недооценивать жизнь по плоти. Она очень сильна. Она так заманивает, так затягивает, так коррупционно услепляет. О, ты будешь счастливым. Да, неважно. Посмотри, сколько людей не знают Бога, но все равно как-то там улыбаются. И ты тоже можешь к ним присоединиться. Ну ладно, людей, которые ослеплены, так говорит Библия. Бог века сего, Дух действующий ныне в сынах противления, так характеризует его Библия. И она также говорит, что Он ослепил, обратите внимание, это слово, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет. Поэтому глазами видят или смотрят, но не видят. Поэтому в этом мире есть огромное количество людей, которые не знают Бога. И они говорят, ну мы как-то так проживем. Но когда ты приносишь им истинное видение, что есть Христос, что жизнь временна, что есть враг сатана, что есть первородный грех, что есть возможность жить вечно, что есть твоя душа, она уйдет на небо. И Господь заплатил за твои грехи. И когда мы приносим людям Евангелие, у людей открываются духовные глаза. И вот когда открылись духовные глаза, и когда люди начинают осознавать и понимать, в чем же смысл жизни, данной нам на этой земле, короткой жизни, чтобы познать Бога, служить Ему и потом уйти в вечные обители, они пытаются, будучи просвещены, будучи познавши Слово, познавши, знающи присутствие Святого Духа, знающий вкус служения Богу, видимого, невидимого, алтарного, кафедрального, прославленческого, ячеечного, или того, за которое люди тебя никогда не похвалят, но ты там был угоден Богу, они знали этот вкус служить Господу, а потом поменяли, а потом поменяли. И потом ты смотришь и думаешь, как можно было вновь ослепить тех, которым Бог открыл эти слипшиеся глаза. И вот нам надо с этим разобраться, потому что мы не играем в веру, мы не рождаем параллельно Измаилов, чтобы впоследствии с ними справляться. Мы хотим сегодня исполнить волю Божью. Бог сильно любит церковь, жатву скажи аминь. Бог любит дочерние наши церкви, Бог любит Омскую епархию, Бог любит нашу Богом спасаемую Россию. Он определил, что мы живем именно в это время. И для нас крайне важно научиться видеть правильно. Но это не просто стратегия по пунктам, пункт первый, второй, третий. Это вопрос главный, жажды сердца человека. Если я жажду, чтобы Бог говорил со мной, я буду платить за это цену. А если это как Самсон, который заигрывает с миром, впоследствии финал именно такой, он лишается всяческого зрения. И потом Библия говорит, соль, потерявшая силу, чем сделаешь ее соленой. Поэтому давайте мы разберемся. Давайте мы посмотрим. Потому что картинка Божья, его видение для нас на 2022 год, как многие люди смотрят в этот год и боятся, ой-ой-ой, что нас ждет. Ой, а как мы будем жить? И так дальше, и так дальше. А я сегодня хочу открыть это слово, это благословение для всех нас, чтобы мы не боялись и шли в 2022 год, шли с Богом и шли с Его видением. Скажи Аминь. Это будет год Божьего видения. Это будет год Божьей стратегии. Это будет год обновления для всех нас. Потому что многие из нас научились служить Богу, это хорошо. Мы приобрели определенный опыт, это прекрасно. Мы уже знаем, какие-то мудрости получили от Господа, это чудесно. Но вы знаете, в этом есть и определенная ловушка, капкан. Потому что когда многие из нас научились любить, молиться, служить, знают время собрания, все как-то хорошо и вот так, знаете, по-привычному, то теряется какая-то страсть по Богу. И вот мы думаем, что опыт приобретенный, он сегодня нам поможет. Он вчера, может быть, нам помогал. Потому что это было вчера что-то свежее, как манна, пришедшая с неба. А я проанализировал этот год, как много событий. Как много событий, связанных со служением. За последние месяцы я поймал себя на мысли, как много атак и благословений. Они сваливаются на твою жизнь. Что ты словно чувствуешь себя безлимитным, общительным человеком, который в один из моментов, в один из месяцев, или полугодия, или кварталов нужен всем. Везде общение, всегда общение, круглосуточное общение. То, если ты с кем-то разговариваешь лично, лично, то ненормировано, ненормировано, то звонит телефон, то после, как ты только остался один, там какие-то сообщения. Всем надо ответить на все вопросы. И ты думаешь, боже мой, когда я смогу остаться хотя бы один, чтобы просто побыть с Богом? И вдруг ты осознаешь, оказывается, это такая привилегия, побыть с Богом! Думаешь, боже мой, может быть, выкинуть телефоны, магнитофоны, сменить все координаты, адреса, поменять YouTube, каналы, имена, фамилии, отказаться от всех конференций, встреч и каких-то мероприятий. Ох, счастливая жизнь! Так оказывается, можно, может быть, просто спрятаться где-то в лесу и просто исчезнуть от всего. Но Бог говорит, если бы я так хотел, я бы давно тебе это сделал. Я бы забросил тебя куда-нибудь в тайгу и сидел бы ты там в какой-нибудь берлоге. Но у меня другие планы на тебя. Но я хочу научить тебя. Среди бесконечного потока людей, информации, вопросов, ответов, конференций, проблем, сложностей, среди бесконечного этого потока, нелимитированного, которое претендует на твое время. Я хочу научить тебя своему балансу. Я хочу обновить тебя, чтобы ты не опытом шел в Новый год, опытом старого, а получил от меня слово. Я стал молиться, 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 молиться. Господь, шагу не хочу шагнуть. Наша церковь не хочет шагнуть. Наша команда не хочет шагнуть. Наша епархия не хочет шагнуть. Бог только, если ты пойдешь с нами. И тогда мое сердце пришло как словно откровение. Провозгласи, что это будет год Божьего видения. Год видения. Это будет год открытых глаз. Это будет год удивительного обновления отношений. Это будет год, когда мы будем видеть его чудеса. И будем видеть, куда мы должны вкладывать свое время. Боже мой, сними, открой мои закрытые глаза. И взывать, взывать. Отпечатывается книга Захарии. Бог показывает картины, видения, откровения. Начали накладываться на это сны и сновидения. Ух, как сразу захватило это мое сердце. Поэтому я прошу всех вас, когда мы будем говорить об этих проповедях, когда мы будем об этом размышлять на альпийской деревне, когда мы будем говорить об этом на епархии, когда мы будем говорить об этом с пасторами, или завтрашняя и домашняя группа пасторов и лидеров дьяконов нашей церкви на завтрашнее собрание в 19.00. Или когда дочерние церкви будете размышлять об этом. Постарайтесь отследить. Постарайтесь подумать. И я знаю точно, Бог что-то еще большее на эти места Писания скажет вам лично. Об этом я скажу чуть-чуть ниже. Потому что у каждого есть из нас какое-то личное откровение. Есть глобальное, общее. А есть еще что-то личное. Потому что вы имеете личное отношение с Богом. И Бог что-то дополняет вам. И это прекрасно. И многие люди в наших церквях, они могут подойти даже к вам, к пасторам, и поделиться сердцем, откровением, переживанием. Это не просто те вопросы, которые классически сегодня звучат. Ставить, не ставить, покупать, не покупать, продавать, не продавать. И мы уже устали от подобных вопросов, которые от Христа, от дел Божьих, уводят нас в какие-то бесконечные споры. Но они, эти вопросы нужны, люди эти важны. Но самое главное, взыскать Бога, чтобы Дух Святой через церковь также дополнял ваше сердце. Потому что церковь каждая уникальна и индивидуальна, но она и глобальна в общем видении Божьего служения. Скажите, пожалуйста, аминь. Итак, драгоценные. Первый текст Священного Писания. Книга Иеремия, 29 глава, 11 текст. Книга Иеремии, 29 глава, 11 текст. Где мы берем видение? Где мы получаем эти открытые глаза? Библия говорит нам. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность. И вместе со мной скажите это прекрасное слово, что? Надежду. 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 Когда человек задается вопросом, Боже, где эта картина моей жизни, моего служения, моей семьи, моих детей, моего конкретного предназначения на земле? Боже, где найти эту картину? Каких учителей нужно включить? Каких делателей нужно послушать? Каким душепопечителям голову на грудь положить, чтобы услышать, что же они там нам скажут? Я хочу тебе сказать, самое главное, куда ты должен преклонить свою голову? На грудь Иисуса Христа. У него полная картина твоей жизни. Полная картина нашей церкви. Полная картина видения, куда и как будет распространяться наша церковь. И Библия говорит, только я знаю эти намерения. Я хочу дать тебе будущность. Ох, как это важно. И хочу дать тебе надежду. И когда человек это осознает, он перестает тратить время на пустое. Он перестает, в буквальном смысле слова, расточать себя. Он говорит, моя картинка, моя семья, мое видение, мое служение. Прежде всего, я получаю это у ног моего Господа Иисуса. Дополнительно, мысли, мудрости, какие-то знания, да, конечно, пожалуйста, они могут приходить с разных источников. Самый главный источник, проповедь в нашей церкви, слово в домашней группе, размышлять над этим словом. Вы знаете, столько людей есть прекрасных вокруг нас, столько советчиков, такое ощущение, что иногда оказываешься в коллективе людей, ну, все знающих и все понимающих. Начиная от, сколько у тебя должно быть детей, в твоей семье, где они должны учиться, что носить, что кушать, и, знаете, какой ремонт у тебя должен быть, каким топливом ты должен заправлять свою машину, знаете, в каких банках ты должен обслуживаться, на какие домашние группы ходить, на какие не ходить. Такое ощущение, такие они умные, ну, прям все знают. Прям приходишь к ним, как иногда к пасторам, люди приходят и прямо вопросами сыпят, 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 отвечай, земля круглая или плоская? Отвечай! И ты знаешь, ты иногда себя чувствуешь и биологом, и антропологом, и каким-то другим урологом, и ты понимаешь, что у тебя, как будто к тебе идут, знаете, и там очередь, и очередь, и вопросы, и вопросы. Думаешь, некоторые вопросы, они вообще нужны каким-то узким специалистам. Как там это сделать? Как это построить? Слава Богу, что в нашей церкви появляется много хороших, добрых братьев, благословенных, которые снимают нагрузку с пасторов. И мы иногда можем уклониться, отбиться и сказать, туда, туда, туда. И это не потому, что кто-то вас недолюбливает. Это потому, что все равно тебе ответ мой не нужен, он у тебя уже есть. Есть такие люди, идут, а ответ уже есть. Но ты мне подтверди. А мне Бог говорит, не говори ему ничего, потому что он скажет, что был у тебя, и потом придет на то место, с кем он спорил, и как начнет этими козырями, говорит, а я даже к пастору ходил. Ладно, к пастору, я к епископу ходил. И люди, раз, и в оморок все упали. А ответ не нужен, ответ не нужен, а мне нужен. И вот я хочу научиться, Господи, мне нужен твой ответ. Советчики пусть будут, мудрость у советующихся, но мне нужен твой ответ. Это не превозносит меня над людьми, которые вдруг что-то не видят, не знают. Это не делает меня выше, сильнее. Это всего лишь дает мне право вести кого-то правильно. Вести не в темноту, не в слепоту, не к банкротству, потому что моя мечта и желание, чтобы люди, которые рядом со мной, в моей жизни, это были люди, которые входят в благословение, в благословение, которое их жизнь будет усиливать и умножать. Ну, аминь или не аминь? Хотя это всего лишь было вступление, и всем, кто смотрит нас на ТБН и Вера 24, мне хочется сказать вам, ну, спасибо вам, что вы считаете для себя важным быть вместе с церковью жатвом в прямом эфире. Пусть вас Бог благословит. Желаете дослушать проповедь далее? Подключайтесь к нам, на наш YouTube канал, вместе с нами, вот сто человек сейчас нас, сто подключений у нас сейчас есть. Слава Богу, добро пожаловать. Да, благословит вас Господь. Давайте вообще поаплодируем всем нашим телезрителям, которые смотрят нас. Спасибо. Вот искренне просто, сибирское спасибо. Пусть Бог благословит. Как научиться видеть... 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 Продолжение следует...